итак друзья всем привет значит что мы начали разметку нашего нового сарая 16 на 8 и так вкратце и хочу вам объяснить рассказать что сколько воно примерно выйдет и сколько уже потратил и начали мы канализацию копать по центру по центру начали а воно что-то была колись мусорка я закапывал цей весь участок цена мусорка была то есть такие пакеты кульки колготки бутылки не понятны короче что получается каждый пролет у нас ровно два метра то есть я все делаю кратко двум по два метра каждый пролет тут а по центру у нас двухметровый вход ворота будут на две створки то есть метровая будет открываться а та вдруг надо и так вот зайшов грубо говоря у два метра и вот центральный проход нитками тоже уже отбитый ширина два метра на центральном проходе по центру в мене будет канализация для жижи да яма там грубо метр шестьдесят на метр восемьдесят заказать примерно будет в каждом пролете будет в мене векно пластиковое векна уже у меня есть и по торцам наверно тоже два векна будут ну и так по бокам в каждом пролете то есть получается восемь пролетов шестнадцать восемнадцать векон буду размером шестьдесят на метр тридцать шестьдесят высота метр тридцать длина по затратам значит что я купил я купил пенопласт десять кубов сто листов десятки я купил наружу уже полностью профлист ну заказал четверг привезут вовнутрь полностью профлист и все стойки из металла 80 на 80 профтруба тоже я заказал ну это такая уголки для наружне внутренний но тоже для профлиста тоже заказал вовнутрь металл я заказал метр выкажу метр высота стен будет два метра толщина внутреннего профлиста 0,45 наружного 0,35 на данный момент на сам пенопласт на профлист наружный и внутренний и на трубу потрачено уже по сегодняшний день 39 тысяч гривень сколько он мне примерно выйдет по моим так подсчетам примерно да десь сто двадцать тысяч гривень и по поводу рабочих рабочих у нас нема я один я мий сын богдан и богдана одноклассник назар мы ее тико тико 2 злой и все больше оце мы хочем своими силами потому что денег нема я так чтобы платить рабочим понятно рабочих на можно нанять со все зробить быстро ну так как кубышки сбережению нас нема я цель свете финансы яки я продавал последние мои забои и поросята цити день яки откладывал в них и в мене ще предстоит несколько забоев я думаю грубо говоря своими силами своим личным подсобным хозяйством я цевце вытяну вот так да я мы будем обкладывать кирпичом ну а тут а будем уже ж делать каждой клетке заливку получается весь песок який з ямы мы сюда потому что эта часть у нас ниже мы делаем тут а піднимаем трошки я думаю з ямы хвата не хвата довезем и каждый каждый оцей столбик каждый колышок это у нас металлический столб який будет буриться маленькая такая слайка заливаться и до нею будет привариваться стоевая колонна внутри внутри будет без единых опор подпорок и тому подобное будут обычные клетки там по 90 сантиметров может по метру так вон и останется я хочу кришу сделать двухскатную чтобы было без опор внутри то есть чтобы ни труб не стояк ни подпорок ничего не было поэтому там сама клетка будет являться диагональной связью поперек а вдоль будет диагональю являться сами стены ну и колонны через два метра то есть все так ну что понимаю по своему знанию по своей практике и теории делаю будет все ну дуже надежно хотелось бы конечно сделать щелевые полы но финансы не позволяет поэтому сделаем обычные лотки так как у меня в том новом сарае для красной клетки густяк вывез жижа ну именно моча стекла в канализацию тут а пески воно буду долго уходить а не потом сетку подняв вичисти в там раз пів года если там який густяк собереться что еще получается на стены в мене все куплено кроме дерева дерева в мене нема в мене получается вот допустим колонна стоит и колонна стоит вертикально потом горизонтально будут идти будет идти брус 50 на 100 и между ними 50 сантиметров потом на цю ширину 50 на 100 буде впихаться пенопласт потом два утеплителя по наружу пенопласта с отражателем ну фольга то с отражателем паролон с отражателем и два профлиста по поводу будут миши будут крисы не не будут миши не будут крисы потому что у меня в гараж где я колотю корма и где у меня стоит бмвд там усы кормови там внутри полностью тоже сделано пенопластом и пошпакливано по пенопласту стоит ни одной дырочки уже сколько год так само в мене в доме утеплено пенопластом внутри где стенка кирпична потом без штукатурки где пенопласт 50 50 миллиметров и гипсокартон тоже насчет мишей вопросов не возникает может есть теория что может там что-то гристи ну не сколько значительно сколько на самом деле у меня в газобетоне больше там вон мишей у свиней чем я думаю туда будет но так кажда клетка буду размером 3 3 метра на 2 метра для поросят там сделаю отсек сантиметров 60 70 и вка и думаю будет каждая свиноматка переслиться в станку сам станки сделали сделали сразу для них там подготовку чтобы дюпеля закрутив станок поставил дюпеля закрутив все вона з ними побула месяц открутив дюпеля вона бігає или там вони вже підросли там дві-три недели отпустив її со станка вона бігає ну короче оце прикидываю шо 120 тисяч селектрикой з водой з бетонами заливками з перегородками ще в каждой загороди я думаю мені хватит если робить все все своими силами понятно шоу нанять би мені было проще но ну я хочу той сам собі ну не сам собі доказать показать а и вам показать и якби всім было понятно шо лично с того хозяйства яке в мене есть можу не то шо там допустим ездить мені на цей сарай и так би хватило грошей в живий допустим даже карантин мені хватает ну жалу оценивно шоу мені хватает финансировання с того хозяйства яке в мене есть но так як надо сарай то есть сейчас всі потоки тоже підуть сюда а то таки друзья дела в кого які вопросы спрашивайте я буду кажду грубо говоря каждый этап стройки знімать потому що хто може надумаю строїться так само повторять каждый этап знімать рассказывать делиться каждому злом яке я буду робить на самой конструкції дерево метал тоже буду показывать буду рассказывать шо як я делаю зачем я так делаю як я распределяю нагрузку на стены и если крыша двускатна без единої опоры то есть нагрузка буде идти на бокове сопряжение то есть на наружу ловитима стенку наружу як це не было ну и так дальше и тому подобное то есть трошки я что знаю и будем мы с богданом и с назаром все строить я их буду учить копать заливать криши крыть крутить саморезы ну и так дальше и тому подобное и хлопцы не просто сидит грубо говоря дома на карантине а что всякомусь опыту научатся что-то для себя узнают нового да банан то есть тоже что с пидучаться от таки дела сам пенопласт я купил за 65 гривен один листок то есть я брав их 100 штук 100 листов 6 половиной тысяч гривен ну это по оптовой цене это еще не дорого я сэкономил пару там минимум пару тысяч гривен бо я зайшел в нас спрашивал сказали в одном 89 другом 92 а я брав по 65 гривен за один листок и с привозом прямо додому мені привез привез пяти тонник есть прошло видео я в игру заводав 6 половиной тысяч за 100 листов не за доставку не платил ничего то есть дуже все хорошо и по профлисту все еще я беру по оптовым ценам если бы я брал бы и профлист я не беру так и допустим я готовился вести двухметровый там по моему толщина 025 020 или 0 1 и 8 ну то дуже тонкий я взял внутреннюю трошки больше наружу трошки меньше и весь профлист крашеный и снаружи и внутри и на крышу тоже буду брать крашеный из двух сторон обработанный покрашенный поэтому вот так сам сара я бачу мне дуже нравится будет хороший ну конечно работы работы не мало да с заливками с копками с усим завтра начнем ну так как буду будем докапывать яму за ее начнем бурить бурить усе оці колышки и заливать все всім пока удачи